всем привет друзья с вами дима вампойнт я решил немножко отдохнуть от me for speed пейбэк потому что последнее время что то все равно как-то слишком часто эта игра появляется на канале поэтому сегодня мы расслабимся for the motorsport 7 но чтобы немножечко дух нет форспида присутствовал я буду брать nissan skyline gtr в кузове р-34 винилом эдди с винилом эдди и постараюсь сделать эту машину более-менее похожую на тачку эдди но что мы сегодня с ней будем творить эта машина в стоке она в стоке единственное что на ней сейчас поменена это насколько я помню просто сделал на ней задний привод потому что делал я это уже достаточно давно просто что-то как-то руки все не доходили заснять эту машину только задний привод на ней сделан пока что и сейчас мы заходим в тюнинг и давайте начнем ее сразу же делать более похожей на ту машину которую мы видели в той же они for speed underground правда точно такой же мы естественно не сделаем потому что нет похоже бамперов даже мы не сделаем точно такую же как не for speed пейбэк поэтому мы постараемся сделать что-то похожее но самая главная задача нас сегодня посмотреть насколько прикольно начинает дрифтить r34 есть на него просто поставить задний привод я думаю форза для этого отлично подходит поэтому давайте посмотрим пока что что у нас по обвесам тут у нас есть обе флаг низма есть потом топ-сикрет слушать а топ-сикрет в чем разница я конечно вижу в чем разница но мне как-то бампер топ-сикрет нравится даже больше чем низмовский окей и вот так вот да ладно ставим тогда низма так теперь чего нас по спойлерам топ-сикрет и значит топ-сикрет зафигачиваем так задний бампер а б-флаг джун джун больше всего подходит до низма и топ-сикрет топ-сикрет кстати очень прикольный блин так низмовский или все-таки низмовский запихнуть а как вы думаете ладно давайте запихнем низмовский кстати смотрите винил настолько качественный что даже написано сзади не for speed underground номер круто круто так теперь естественно тогда и юбочку тоже ставим низма ну что ребят плюс-минус машина-то похоже на то что нужно я думаю плюс-минус похоже единственное нужно сейчас к точке какие-нибудь правильные поставить я так думаю но я нихрена не помню какие к точке там были надо пробить в интернете так вспомнили какие катки ясно понятно даже не знаю есть чем похоже здесь или нет постараемся найти но это будет максимально сложно сделать форзе хотя принципе принципе вот эти вот похоже надо их запомнить на всякий случай так чё у нас еще есть похоже больше отчет ничего особо и не вижу похожего но это у нас конечно же без полок все дело но там конечно полки но совсем небольшие так но это нет так ясно значит в этой категории у нас есть более менее похожие диски на правда всего одни так тут тут я тоже не вижу ничего похожего хотя принципе вот это можно посчитать за то что нужно но опять же они слишком отдаленно похоже на правду вот это уже больше похоже на правду вот это вот хотя хотя нет все равно не особо так с дисками извечная проблема потому что в играх даже в той же нфс диски постоянно разные были только в последних они начали повторяться там начиная с ним форс пи 2015 там диски такие же и в пейбеке перекочевали но многие и правда не прямо конечно все но многие перекочевали есть и новые и здесь у нас вот такие вот зафигачить или вообще вот вот так ну ладно это все конечно колхоз и и и совсем жутко поэтому поставим где они где они где они где нет которые мы нашли здесь где они вот они да вот это более похоже на правду хотя опять же и не совсем но чё то в этом есть поэтому поставлю я их машина слишком блин высокая она вроде как ниже должна быть так а если мы попробуем ее сделать ниже кстати чё нас по подвесочке так ну совсем ниже у нас ее не получится особо сделать и смотрите какая фишка друзья она сейчас у нас в категории а 699 индекс производительности как я уже сказал мы просто у нее свапнули привод то есть у нее теперь не полный привод как было до этого а просто вот задний именно такая модификация на ней стоит и что я хочу сделать я хочу прокатиться по какой-нибудь из трасс и посмотреть насколько хорошо она будет ехать боком сейчас а потом взять поставить дрифтовую подвеску кстати да кто не знал вышла на forza motorsport 3d подвес который помогает немножко с большим в более большом угле ехать боком нам это она помогает делать вот и потом мы поставим эту подвеску и посмотрим что изменится в принципе я надеюсь чтобы нам вообще хватало мощности этого автомобиля потому что я сейчас выберу достаточно скоростную трассу для дрифта и кстати как вам как выглядит мой гонщик и напишите в комментариях по моему он выйдет просто дико эпично дохрена денег потратил на ящики чтобы выбить этот костюм не знаю мне почему-то forza motorsport 7 больше всего нравятся костюму рыцарей потому что это как-то странно выглядит максимально в гоночной игре и так раз у нас мы полуэри мы полуэли мы полуэри я как-то сказал мы полуэли вот она достаточно скоростная тачки здесь боком всю весь конфиг проезжают далеко не все поэтому максимально интересно как у нас сейчас поедет sky ну что ж ребята пожелайте удачи мне а я постараюсь максимально сосредоточиться и так у нас мы стартуем с 2 передачи скорость вполне себе хорошая давайте поставимся блоком и нихрена себе он едет блин немножечко выпрямился ли не смог боком проехать sky как хотелось бы углу киданула 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 тормаживаемся 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 улетели улетели так а вполне себе было вполне себе то сейчас мы здесь все просрём да ну на третьей передаче кстати нормально заходит но самой передачи не хватает такой длинный поворот проехать боком так вот здесь я так понимаю нам треть передачи сейчас хватит оооо не дотянули не дотянули так слушайте а ведь прет то хорошо офигеть как хорошо прет на заднем приводе но вот про что я говорил меня кидает в развороты из-за того что подвеска настоять не дрифтовая вообще принципе нас тачка полностью настроена как я говорю она просто в обвесах просто винили с другими катками и она в принципе вообще в стоке давай 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 не на третьей передаче никак мы просто зауглились и потеряли всю скорость при 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 вот на четвертой передачи а знаю то что эту трассу нужно проходить пункт на четвертой передачи потому что есть автомобили которые это делают так скорость нужна большая тут все постановки на дико большой скорости и нету нету практически угла я даже это дрифтом не назвал это совсем все ужасно так есть подозрение что нужно поставить турбиночку либо чё-то еще смотрите не вытягивают вообще не вытягивают поэтому придется автомобиль наверное все-таки немножко поднастроить чтобы . настала более дрифтовая я думаю так ну да совсем все тяжко но принципе я верю в этот автомобиль давайте еще раз попробуем пройти вот этот поворот нам здесь нужно принципе только большая скорость и и не хватило все-таки не хватило неправильно конечно немного зашел поворот но в принципе тачки все равно вы видите не хватает вот некоторые повороты настраиваться пройти боку но это совсем маленький небольшой угол и принципе почти каждый автомобиль этой категории может таком угле здесь все проходить вот тут вот я постарался более-менее бачком проехать но опять же нам нужно настроить автомобиль но и и конечно же все таки нужно поставить эту подвеску опять же давайте я сейчас просто просто поставлю эту подвеску так я помню то что у нас можно все сделать прямо тут так мастерская модернизации идем вот сюда ставим просто дрифт подвеску все ставим ее и пока что ничего не буду менять мне хочется просто посмотреть как изменится характер автомобиля и потом я думаю мы можем зайти и немножечко еще турбинки прикрутить какие-нибудь да 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 начинаем гонку нет я не хочу малагацию какого фига настройки гонки и вот так вот ну-ну-ну-ну-ну-ну где у нас вас любой вот класс любой все полетели так ну что же у нас стоит эта супер дрифт подвеска тестил я ее в предыдущей серии по forze motorsport 7 она показала себя достаточно хорошо давайте посмотрим как она сейчас покажет на sky если будет то же самое это кэш провал так машина более устойчивая когда я кидаю боком не такая расклябистая угол явно держит больше уже так что нам сейчас не хватает просто турбины и небольшой настройки но мне просто интересно с каким максимальным углом я смогу проехать пока что разницы я большой не вижу но сейчас мы ее увидим вот на этом повороте и мы ее видим sky старается держаться боком даже несмотря на то что мне принципе для этого поворота не хватило скорости давайте киданули его по полный да слушайте все таки с этой подвеской автомобиль становится ну мега дрифтом и вообще практически любой ставишь просто подвески наслаждаешься вот вот сейчас мы зашли на скорости в этот поворот но смотрите стараются старается держаться боком старается изо всех сил но скорости я не хватает несемся боком давай 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 sky ну и тут ему явно не хотела уже скорости до крутящего крутящего даже не хватает крутящего и поэтому явно нужно sky еще немножко сделать более дурным хотя в принципе для этой трассы вполне себе хватает вот управляйте поворотов таких вот слушайте ну отлично вообще отлично так ладно я все понял что нужно сделать давайте тогда немножечко еще поднимем его характеристики поставим турбинку чтобы крутящий был получше и наверное еще немного поднастроим его более для дрифта и так тюнинг модернизация и здесь у нас турбину то можно купить прикрутить не у нас здесь никакую прикрутить конечно же нельзя поэтому заходим двигатель поставим воздушный фильтр новый у нас это немножко поднимает график крутящего момента и давайте чего-нибудь типа вот турбину вот это я чувствую будет мощно так вот это я чувствую будет очень мощно так выходим отсюда потом идем в тюнинг и здесь нам нужно мутить здесь нам так развал схождения кстати смотрите у нас уже все стоит прямо очень даже хорошо так насчет передачи понятно 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 мне больше всего интересно дифференциал дифференциал у нас вот так куда выглядит ну ладно давайте сделаем вот что дифф специально менять не будем я бы я понимаю что правильно надо менять дифф чтобы он полностью регулировался а может сейчас можем регулировать только ускорение мне просто интересно давайте сейчас ускорение 91 поставить просто без диффа посмотрим как это будет без диффа я понимаю то что будет практически невозможно ехать боком но в принципе для этой трассы это не так важно это регулируемый дифф посмотрим теперь что будет с машины стала нам более дурная крутящий момент у нее намного выше посмотрим как теперь она про это тот раз а у я уже чувствую давай 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 дорогая вот это валилова вот это валилова вот это мне нравится не по траектории немножко здесь вот выпрямились так давай 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 ну вообще охренительно так 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 быстрее 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 приключаемся на третью пришлось слишком сильно похерить здесь скорость потому что я вообще по траектории нифига не въезжал слушать но это один из лучших дрифт каров я вам могу сказать так вот это я понимаю валит да охренительно тогда еще попробуем на большой скорости войти давай 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 подхватывай а тихо выпрямилась выпрямилась черт и вылетел за пределы трассы ну блин согласитесь заход был очень хороший так поэтому немножко разгоняемся тут как она валит а как она валит и причем боком мне не хватает перекладок машина не так хорошо сейчас перекладывается и главное все равно немножечко она отваливается не совсем куча техбоком опять же она конечно ни хрена не настроена но подвеска все вытягивает просто все были нахренеть вот это я понимаю тачерский автомобиль бабах прилетели мы все-таки туда куда не нужно было прилететь блин ребята как вам дрифт а по моему тачка валит просто как бешеная конечно понимаю то что трасса здесь плана и по идее легкая но машину-то толком не настроили здесь надо было пошире заходить фак это фейл ну-ка дайте я перемотаю я хочу вот по мору поворот сейчас зайти как надо да вот нужно было вот так вот совсем прям по траектории заходить более широко а я слишком узко зашел также ну ничего ошибки у всех бывают вот вот это другое дело во 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 блин если бы она сейчас из такого угла выехала я бы просто офигел потому что постановка было жуткое просто жуткое так угол 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 так теперь здесь по траве поставимся ничего страшного нам самое главное сейчас здесь по красоте проехать давай 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 вытягивай 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 слишком замедляюсь я тут постоянно перекладки постоянно сильно замедляюсь блин увалит просто нереально я сразу же говорю что они самый профессионал в этом всем деле поэтому еду как умею но блин как же она топит ребята просто нереально топит у меня нету слов чтобы это описать дать сейчас постараемся опять нормально поставится нет 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 опять зауглился чёрт просто охренеть слушайте но я думаю если эту машину еще немножко поднастроить она будет валить просто охренеть как причем смотрите я толком то ничего не сделать чтобы она так ехала то есть поставил тупо подвеску свапную на задний привод турбинку и воздушный фильтр все больше нам ничего толком не надо но немножко подкорректировал дифференциал но более капец она лютая просто я остановиться не могу меня дико радует дрифт форзе motorsport 7 с перекладками конечно беда но это это все нужно естественно настраивать так 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 давай 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 просто power drift я конечно понимаю что это не совсем правильный дрифт но лучше всего форзе motorsport ехать за счет power drift так ну что проехали мы на этом sky вот что у меня получилось принципе я не претендую на самого лучшего настройщика года и так далее и так далее но я просто хотел показать то что автомобиль дико легко настраивается поэтому сейчас сделаем вот что я сейчас возьму другой автомобиль который просто охренительно подходит под рифт причем у него насколько я знаю даже не стоит эта лютая подвеска которую я сейчас поставил для дрифта автомобиль этот у нас хуниган так давайте чем этот у нас мазочка мазочки я люблю так где у нас хуниган 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 вот они хуниган я думаю многие уже догадались какой автомобиль сейчас выберу потому что ну в принципе тут почти все машины для дрифта шикарные так а где он стоп 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 вот он я его прощелкал это 92 года mazda rx-7 track stallion блин она офигеть какая дурная она насколько я помню на лс и она дико валит по этой трассе боком поэтому давайте-ка я сейчас проеду на ней чтобы вы принципе понимали насколько можно хорошо наваливать на этой трассе так полетели блин а очень нравится как выглядит она такая прям стильная вся а как вам смотрите как угол держит ну тут опять же я косякнул но угол держит просто как как бешеное немножко чекоручником поправили себя давай 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 мне кажется тут даже можно на 5 передачи прилетать сейчас мы эксперимент попробуем поставить на 3 передачи вообще на изи углы берет максимально лютые и ведь точно такую же можно машину здесь собрать просто форзе то есть это как бы она уже была в dlc-шке поэтому тут ничего не настроено и так далее вылетели с трассы так полетели давайте на 5 сейчас разгонимся попробуем максимально люто поставится не по траектории вообще но тачка держится у даже такой угол можно взять но у нас конечно слишком лютое замедление стараюсь держать автомобиль сейчас мы на полной скорости влетим вот здесь шикарно давайте на пятую переключимся вылетели мы немного с трассы но тем не менее тачка просто охренеть как прет вот это для меня пока что идеал автомобиля для этой трассы потому что она с ней отлично справляется вот тут конечно же я косякнул это мой косяк слишком слишком большой угол взял но блин ребята это наслаждение те кто не играли forza motorsport 7 на геймпаде ребята просто возьмите геймпад если у вас этом есть машина возьмите ее и просто покатайтесь на этой трассе макалвейли потому что она ну нереально лютая эта тачка просто огонь огнище полная она и так правда красного цвета но дури в ней просто дохрена и управляется она нам достаточно хорошо правда тут уже то что ее разворачивать это честно говоря мои косяки вот так飙ssä крем-крем-крем-крем-котин давай 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 вот это я понимаю хера чем о и слишком сильно зауглился да в общем ребята вот такие вот есть бешеные машины forze motorsport 7 вот такой вот sky у меня сегодня получился поэтому не забывайте на оценку sky как вам он понравился но мне кажется то что вам больше понравилось и rx7 потому что она дофига лютая но и rx7 я ни хрена не собирал но если вы хотите давайте сюда накопим хотя бы ну 1200 лайков допустим и я попробую сделать такую же rx7 только сам специально почитаю посмотрю тут релы и попытаюсь сделать такой же не оттормозились блин короче нужно меньше болтать больше сосредоточенности сейчас давайте я просто заткнусь попробую нормально проверить а и 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 все равно вылетел топи-топи-топи блин еще и прихерачились и 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 Фу, доехали Ну что, ребят, думаю на этом можно заканчивать эту серию Тачки, блин, охренительные Я не знаю, почему так хотелось зайти в Forza Motorsport Наконец-то подрифтить В ней покататься Послушать эти сумасшедшие звуки двигателей Которые бьются в отсечку Блин, короче Я не знаю У меня здесь были в основном одни эмоции Полезные информации, правда, да, практически по нулям Но только подсказал то, что R34 неплохо для дрифта Ну, в принципе, вы это и сами знаете Но я думаю, те, кто уже давненько играют именно в дрифт В Forza Motorsport 7 Вообще знают то, что одна из топовых машин Это Nissan GTR Все, ребят, все На этом буду заканчивать Вот такой чисто для своих выпуск Всем огромное спасибо за просмотр И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok